Друзья, всем привет! Самые интересные, необычные и забавные ролики с простора всемирной паутины прямо сейчас в программе ИНЕТ. В сегодняшнем выпуске расскажем, почему кошачьи силы мощнее лошадиных, узнаете, насколько опасной может быть дорога к знаниям, а еще увидите, что птицы в последнее время невероятно обленились. А начнем мы с ДТП, которых на дорогах, к сожалению, меньше не становится. В нашей сегодняшней подборке поездка с огоньком, автомобиль, который возомнил себя подводной лодкой и пес, который на дороге будет пострашнее любого КАМАЗа. Мы привыкли, что на дорогах опасность представляют в основном автомобили. Сейчас к ним добавились еще и самокаты и велосипеды. Но и это не все. Когда будете переходить дорогу, внимательно посмотрите, нет ли поблизости вот такого хвостатого беспредельщика, для которого не писаны никакие правила дорожного движения. Мало того, что сбил пешехода на земле, так еще и скрылся с места ДТП. Теперь у инспекторов добавятся работы, ведь необходимо не просто поймать нарушителя, но еще и объяснить, почему теперь он не самый хороший мальчик. Бывают у вас ощущения, что вы заняты совершенно не своим делом? Если да, то берите пример вот с этой машинки. Она всю жизнь мечтала побывать подводной лодкой, но не получалось. А тут подвернулся шанс упускать, который автомобиль не стал. Теперь наверняка бороздит просторы мирового океана и абсолютно счастлив. А вы и дальше ищите отговорки, чтобы не заниматься любимым делом. Но всегда помните о том, что можете буквально сгореть на работе, как вот эта машинка. Ее хозяин, вероятно, решил сэкономить и установил газовый баллон в ближайших гаражах. Результат не заставил себя долго ждать. Транспорт вспыхнул прямо на ходу. Люди не пострадали. Чего не скажешь об автомобиле, который сгорел полностью. О наглости котов ходят легенды. Но слишком долго эти мохнатые диктаторы находились у власти. Свергнуть их с пьедестала решили птицы. И у пернатых это неплохо получается. Теперь голуби и вороны не хотят летать. Они предпочитают ездить. Причем куда ехать их особенно и не заботит. Главное, чтобы не самим крыльями махать. Однако не все водители готовы мириться с нелегальными пассажирами. Вот этот мужчина из Санкт-Петербурга решил, что никого он просто так катать не будет. И попытался снять птицу с крыши. Но как только он затронул ворону, ей на помощь моментально слетелись другие. И дали понять, что мужчина совершенно не прав. Однако автовладелец оказался не робкого десятка и не спешил ретироваться. В итоге первый раунд удалось выиграть человеку. Но это только начало. Думаем, пернатые вскоре прокатятся и на этом Мерседесе. А вот еще одна птичка, которая решила, что ей позволено абсолютно все. Отбирать у туристов еду стало слишком лень, поэтому Чайка решила, что и Голубь на обед сойдет. Судя по реакции самой жертвы, Голубь от Чайки такого вообще не ожидал. Поэтому даже не сопротивлялся. Мы, конечно, допускаем, что у птиц какие-то личные счеты. Может, Голубь в свое время отобрал у Чайки булочку или еще что-то? Но как бы там ни было, Голубь сейчас поплатится за все. Ремонт дорог – занятие, ну, очень творческое. И совсем не обязательно придерживаться каких-то технологий. Можно ремонтировать лапшой быстрого приготовления, коврами или даже мозаикой. Сегодня вашему вниманию еще одно ноу-хау. Никакая тяжелая техника не понадобилась специалистам, которые чинят дорогу в одном из районов Москвы. Им нужна только коробка из-под пиццы. Клади коробочку, клади коробочку. Как вы трамбуете? Ну, покажите. Обалдеть, 21 век на дворе. Это называется укладка асфальта в ГБУ Ясенево. Шикарная обработка. И что-то нам подсказывает, что переделывать-то никто и не будет. Но в Москве хотя бы как-то ремонтируют. А вот в Иркутской области нет. Там местные вынуждены переходить реку по аварийному мосту. Он провалился настолько, что уже достает до воды. Ходить по этой труклявой конструкции опасно. Но у иркутян выбора не особо. Ведь на другом берегу находятся школы, магазины и больницы. Вот и ходят, как говорится, помоляясь. Ну, давайте перейдем к хорошим новостям. Их тоже случилось немало. Сейчас расскажем, кого спасли, кому помогли, а кто просто удачно приземлился. Спасение рядового барсика успешно прошло в Москве. Женщина услышала жалобное мяуканье из-под капота автомобиля. Подумав, что вряд ли сейчас лошадиные силы начали заменять на кошачьи, женщина вызвала полицейских. Те примчались на место, но хозяина авто найти не смогли. Оказалось, что он не в Москве. Но в положение вошел и разрешил вскрыть капот. Сейчас котику ничего не угрожает, а местные жители искренне поблагодарили полицейских за помощь. А как вас зовут? Сергей. Сергей. Спасибо тоже, благодарим вас за спасение котенка. Пожалуйста. Убежал, но... Я готова помочь. Прийти на пол. Спасибо большое. В Чебоксарах сотрудники Верховного суда приютили уточку. Рассказываем. Здание суда располагается на берегу залива. Сейчас там ремонтируют набережную, поэтому уткам пришлось на время искать другое место жительства. Одна из пернатых облюбовала ель прямо у здания суда. Судьи решили не выгонять незваную гостью. Поставили кормушку, коробку и даже перенесли внутрь яйца. Скоро ждут пополнения. Затем, чтобы уточку никто не беспокоил и уж тем более не обижал, следят по камерам. Говорят, что как только вылупятся птенцы, пернатую семейку выпустят в воду. А эти малыши угодили прямо в ливневку. И погибнуть бы им там жуткой смертью, если бы вовремя не подоспели спасатели. Они вытащили утят и с комфортом доставили к ближайшему пруду. Теперь пушистых сорванцов ждет нагоняй от родителей. Но зато все живы, а это главное. А вот этот мужчина, видимо, в свое время тоже спас маленького птенца, но так и не смог с ним расстаться. Теперь огромный гусак живет у него вместо собаки, зато шерсть везде не разбрасывает и мебель не грызет. В Польше пришлось прервать футбольный матч. А все потому, что на поле внезапно приземлился парашютист. Судья решил, что это не по правилам и показал летуну желтую карточку. Оригинальная доставка запасных игроков на поле. А это Балашиха. И там местных жителей тоже удивил любитель парашютного спорта. Он спрыгнул с 18 этажа. Счастью, парашют раскрылся вовремя, приземление прошло в штатном режиме. Экстремал ничего себе не повредил. Но все равно опасненько. Повторять не советуем. А теперь давайте посмотрим на людей, которые на себе испытали, что такое удача. Ведь им удалось выжить там, где это, казалось бы, невозможно. Всего лишь один неудачный маневр чуть не стоил велосипедисту жизни. А водителю грузовика свободы. Да, у нас тоже чуть не остановилось сердце. И просто невероятно, что такая ситуация завершилась благополучно. На волосок от гибели, ну или от очень серьезных травм, оказались посетители уличного кафе в Полтаве. На столик, за которым еще недавно сидели люди, рухнуло огромное дерево. Пять человек, один из которых маленький ребенок, каким-то чудом вышли из зоны поражения в последний момент. Теперь их однозначно можно поздравить со вторым днем рождения. Нескольким жителям Костромы пришлось на пару минут перевоплотиться в настоящих супергероев. Пожар на верхнем этаже. В квартире оказались запертыми трое маленьких детей. Мужчины решили действовать как можно скорее. По водосточной трубе они поднялись до открытого окна и начали спускать малышей. Как выяснилось позже, дети, оставшись дома одни, подожгли диван. Испугавшись огня и дыма, начали звать на помощь. Этот житель Башкирии решил доказать свою любовь к свободе. Жена заперла его дома, чтобы не смылся к приятелям и не вернулся потом домой на бровях. Но разве может какой-то замок удержать мятежный дух? Естественно, нет. В голове сложился гениальный по своей простозе план. Нужно спуститься по веревке. Все было продумано до мелочей. Человек-паук даже надел перчатки, чтобы не травмировать руки. Но все пошло не по плану. Веревка намертво обмотала руку, и мужик повис. Начал звать на помощь. Уже через 10 минут подоспели спасатели. Давай, мужик. Ногу сюда на лестнице. Руку давай, Саня. Отпускай. Мало того, что побег провалился, так еще вечером и от жены получил наверняка. Просто не его день. На этом сегодня все, друзья. Присылайте видео, которые вас обрадовали, удивили или наоборот огорчили в WhatsApp или группу телеканала ВКонтакте. А мы с удовольствием покажем их всему городу. Хорошего вечера. Берегите себя. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова